В эфире «Наше время» в студии Анна Ниченко. Здравствуйте! Новая система противовоздушной обороны предоставит Украине государство-члены НАТО. Об этом заявил президент США Джо Байден на открытии саммита НАТО в Вашингтоне. Он отметил, что это решение является историческим. В частности, системы стратегической противовоздушной обороны предоставят Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Италия и Румыния. Также в ближайшие месяцы США предоставят Украине десятки дополнительных тактических систем ПВО. По словам Джо Байдена, остановить путинскую агрессию – это задача, которая под силу украинской армии. Путин не хочет ничего меньшего, чем полное покорение Украины. Он хочет положить конец украинской демократии, разрушить украинскую культуру и стереть Украину с карты мира. И мы знаем, что Путин не остановится в Украине. Не сомневайтесь, Украина может остановить Путина, и она это сделает. НАТО назначит представителя в Киеве для углубления отношений Украины с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Также он объявил о создании нового военного командования в Германии. Там будут обучать и оснащать украинские войска. Новую программу обучения украинских военных будут курировать высококвалифицированные генералы. Также союзники коллективно предоставят Украине помощь в сфере безопасности на сумму не менее 40 миллиардов евро в следующем году. А новый старший представитель НАТО в Киеве, назначенный генеральным секретарем Столтенбергом, углубит институциональные отношения Украины с альянсом и послужит координатором взаимодействия НАТО с украинской властью. Гибридные операции и кибератаки Российской Федерации являются основанием активировать статью 5 Североатлантического договора. Об этом пишет «Голос Америки» со ссылкой на одного из чиновников НАТО. Представитель Альянса отметил, защиты от союзников по Альянсу может попросить страна, которая страдает от таких атак. Пока ни одна из них этого не делала, добавил он. Ранее, напомню, президент Литвы Гитана Снауседа заявлял о намерении поднять вопрос о реакции НАТО на недавние российские гибридные атаки на саммите Альянса в Башингтоне. НАТО наращивает сотрудничество с Украиной. Речь идет в частности о способности Киева самостоятельно производить оружие и снаряды. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг на форуме оборонной промышленности. У нас есть необходимость более тесного сотрудничества с партнерами. Частично это Украина. Мы наращиваем сотрудничество с Украиной. Сейчас мы, как НАТО, берем на себя ведущую роль в обеспечении безопасности и учебе. Мы делаем это также для того, чтобы помочь не только поддерживать, но и совместно инвестировать и развивать проекты, повышать способность Украины самостоятельно производить оружие и боеприпасы. Йенс Толтенберг, генеральный секретарь НАТО на форуме оборонной промышленности. Европа была слишком наивна в отношении России и Китая и должна сделать больше для военной поддержки Украины. Об этом заявила премьер-министр Дани Мэтта Фредриксон. Чиновница добавила, Украине не предоставили то, что нужно стране для самообороны. Поэтому странам ЕС нужно ускориться. Мы работаем и движемся слишком медленно. Я думаю, мы были слишком наивны в отношении России и слишком наивны в отношении Китая. Мы должны ускориться, расширить масштабы, как европейцы. Мы не смогли дать Украине то, что ей нужно для самообороны. Особенно не хватает систем ПВО. Мэтта Фредриксон, премьер-министр Дании, на конференции Совета по международным отношениям. Новый пакет поддержки для Украины выделяет Новая Зеландия. Помощь на почти 10 миллионов долларов будет включать как военную, так и гуманитарную составляющую. Об этом сообщил премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон на саммите НАТО в Вашингтоне. Искренне благодарен правительству Новой Зеландии за очередной пакет помощи Украине. На полях саммита НАТО в Вашингтоне премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон объявил о предоставлении правительством его страны 9,8 миллионов долларов США. Военная помощь предусматривает выделение 2 миллионов 450 тысяч долларов США в коалицию дронов во главе с Великобританией и Латвией. И 1 миллион 230 тысяч долларов США на военные медицинские нужды Украины. Василий Мирошниченко. Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии. Facebook. На саммите НАТО тема Украины будет одной из ключевых наравне с защитой Европы от возрастающей агрессии России. Саммит станет последним для генсека Йенса Столтенберга. В октябре его заменит премьер-министр Нидерландов Марк Рюте. Подробнее о саммите в материале. История военного альянса началась в 1949. Тогда делегаты 12 стран-учредительниц НАТО подписали документ о его основании. Главная цель – создание альянса, который будет обеспечивать свободу и безопасность всех его членов с использованием как политических, так и военных средств. Саммиты НАТО проводятся, как правило, в важные моменты для альянса. В большинстве случаев готовятся к ним за полгода-год. Но могут собираться и внепланово. Так произошло 25 февраля 2022 года, на следующий день после полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда это был экстренный саммит в онлайн-формате. Через месяц провели еще одну встречу. Говорили об обороне восточной части НАТО. Командующий войсками генерал Волтерс активировал элементы химической, биологической, радиологической и ядерной обороны НАТО. Союзники развертывают дополнительные химические, биологические и ядерные средства защиты для укрепления боевых групп. Далее были заседания в Мадриде и Вильнюсе. Сейчас в Вашингтоне проходит саммит в честь 75-й годовщины альянса. Впервые соберутся 32 страны НАТО, включая Финляндию и Швецию. А тема Украины, как и помочь побороть российскую агрессию, первоочередная. У украинской делегации на саммит большие надежды, говорит спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Мы четко хотим, во-первых, гарантий нашей безопасности. Я знаю, что такое решение готовится. Оно будет конкретно измеряться в деньгах и в количестве оружия и оборонных технологиях, которые передадут Украине. Но мы также ожидаем политических решений. Я очень надеюсь, что такое политическое решение будет принято, если не на этом, то на ближайшем саммите. Но мы хотим понять наш путь к этому решению. Ожидается, что Украине на саммите пообещают финансовую помощь. Это 40 миллиардов долларов ежегодно. Кроме обучения военных и передачи данных разведки, также в Германии создадут специальный центр, который будет следить за своевременным и систематическим поступлением помощи. Кроме того, во время саммита будут обсуждать затраты на оборону. Члены Альянса планируют увеличить их до 2% ВВП каждого государства. Всему Альянсу необходимо увеличить расходы на оборону. Россия продолжает свою жестокую войну. Мы стали свидетелями ужасных ракетных обстрелов украинских городов, в результате которых гибнут ни в чем не повинные гражданские лица, в том числе дети. Я осуждаю эти чудовищные нападения. На саммите мы примем решение об укреплении поддержки Украины. Так, Йенс Столтенберг прокомментировал массированную атаку на украинские города в этот понедельник. Тогда весь мир ужаснули кадры того, как российская ракета попадает в Ахмадед, крупнейший центр, где лечат детей со всей Украины. Многочисленные беседы с американским президентом показали мне, что он очень хорошо и очень точно подготовил этот саммит с нами. И многие решения, которые будут приняты, были выработаны в тесном сотрудничестве между Германией и Соединенными Штатами. В этом смысле это будет очень успешный саммит. Украина от саммита ожидает поддержки и понимания своего будущего в Альянсе. Ряд СМИ накануне отметил, что прямого приглашения в НАТО Украина пока не получит. Однако, по сообщениям CNN со ссылкой на источники, в проекте-коммунике саммита НАТО будет отмечено, что путь Украины в Альянсе определен как необратимый. Окончательный текст может измениться, но наличие такой формулировки станет важным сигналом не только для Киева, а и для Москвы. Североатлантический Альянс на стороне Украины до ее победы над российскими оккупантами. Украинские города нужно защитить от ударов управляемыми авиабомбами. Президент Владимир Зеленский призвал США снять все существующие ограничения на удары по территории Российской Федерации. Выступая в президентском фонде и институте Рональда Рейгана в Вашингтоне, он заявил, что БСУ смогли остановить последнее российское наступление на Харьков, в том числе и за счет частичного разрешения США использовать американское оружие для ударов по военным целям на территории России. Это решение, говорит Зеленский, помогло уничтожить и пусковые установки российских ракет, которые обстреливают Харьков более двух лет. Представьте, сколько мы можем достичь, когда все ограничения будут сняты. Также сейчас мы можем защитить наши города от российских управляемых бомб, если американское руководство сделает шаг вперед и позволит нам уничтожать российские военные самолеты на их базах. Это тоже даст мгновенный результат. И мы ждем этого шага. И мы можем значительно ограничить действия России на юге Украины, вытеснить оккупанта оттуда, если американское руководство поможет нам с необходимыми возможностями для глубоких ударов по российским военным и логистическим объектам в нашем украинском Крыму. По приграничным городам Россия бьет управляемыми авиабомбами. Всего за месяц она может выпустить до трех с половиной тысяч таких боеприпасов. Также она использует крылатые и сверхзвуковые ракеты, дроны-камикадзе. Она бьет по гражданской инфраструктуре и мирному населению высокоточным оружием. 8 июля от такого прицельного удара по Киеву разрушены пять зданий детской больницы «Ахмадет». Под ударом оказались маленькие пациенты онкологического отделения. В момент атаки некоторых детей оперировали. Россия всегда знает, куда попадают ее ракеты. Всегда. Прямое попадание, и здание больницы было разрушено. Представьте это. Врачи, обычные люди, спасатели, все вместе разбирают завалы, пытаясь спасти как можно больше жизней. Ждал ли кто-то из них? Был ли кто-то, кто оказался под завалами и готов ждать месяцы? Нет, конечно нет. Потому что это бессмысленно. Потому что когда нужно спасать жизнь, вы спасаете жизнь. Когда нужно бить врагов, вы бьете врагов. Вы действуете, вы побеждаете. Вот так выигрываются войны. Нужно безжалостно уничтожать все военные цели РФ. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после российской атаки 8 июля. По его словам, Киеву нужно разрешение Вашингтона на использование американского дальнобойного оружия для уничтожения военных аэродромов на территории России. Мы будем работать над еще одним решением, которое не зависит непосредственно от НАТО, но зависит от Соединенных Штатов. И об этом речь пойдет при контактах с американскими чиновниками и другими отдельными нашими ближайшими партнерами. Там нужно безжалостно уничтожать все военные цели, которые тем или иным путем вовлечены в бомбардировки и ракетные обстрелы Украины. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. В эфире марафона «Еды не новыны». Тем временем новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддерживает политику предыдущего правительства по использованию британского оружия. ВСУ могут бить ракетами штормшедов по военным целям на территории России. Как пишет Bloomberg, Стармер сказал, что Украина сама должна решать, как использовать ракеты штормшедов в оборонных целях. Этот тип ракет класса «Земля-воздух» может достигать цели на расстоянии 560 километров. Не связывать Украине руки и дать ей все необходимое для победы призвал конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам. По его словам, украинцы очень опытные воины и закалены в боях. Конгрессмен-демократ Джейк Окин-Клосс считает, что разрешение бить по военным целям в РФ должно быть более агрессивным. По его мнению, украинцы должны получить право бить по российской энергетической инфраструктуре. Нам нужно сделать две взаимодополняющие вещи. Первое – нанести удары по нефтяным и газовым месторождениям. Ремонт таких вещей очень дорог, и нужно очень много времени, чтобы снова их запустить. Во-вторых, нам придется усилить санкции в отношении важнейших ресурсов, необходимых для восстановления этих месторождений. Джейк Окин-Клосс, член Конгресса США от Демократической партии. И подробнее эту тему обсудим с нашим гостем Богдан Долинц, эксперт по вопросам развития авиационного рынка. С нами на связи. Здравствуйте. Рада вас приветствовать. Здравствуйте. Расскажите, есть ли снимут ограничения на удары по авиабазам Российской Федерации? Как изменится ситуация на поле боя? Ну, в первую очередь, мы должны понимать, что это приведет к нескольким важным составляющим. Это, в первую очередь, то, что количество российской авиации вблизи границы с Украиной, это порядка около 100 километров, оно фактически будет минимизировано России, придется эти самолеты передислоцировать в более глубокий тыл. С другой стороны, те самолеты, которые на этих базах будут оставаться, они непосредственно в течение первых месяцев могут быть уничтожены. Кроме того, такие аэродромы часто используются как склады для соответствующих боеприпасов. Это означает, что эти боеприпасы могут уничтожаться, и они не смогут использоваться для наносения ударов по украинским вооруженным силам, в том числе по украинским мирным городам. Третья важная составляющая этого вопроса, это то, что эти аэродромы используются для быстрой переброски соответствующих боеприпасов, ракет, техники с помощью авиационного транспорта. Это означает, что этот транспорт, эти воздушные полосы будут уничтожены, и придется в будущем использовать доставку этих боеприпасов или наземным транспортом, что существенно осложняет логистику, или непосредственно железнодорожным транспортом, но он достаточно слабо защищен от, условно говоря, работы так называемых внутренних групп противостояния, которые могут делать диверсии, в том числе срывать время поставки, так в том числе и уничтожать такие бронепоезда. А вот то, что новый пример Британии, не против, чтобы Украина била ракетами Штормшеду, что это дает Киеву? Ну, в первую очередь, это расширение дальности по нанесению ударов, потому что, если мы говорим об американском оружии, то это, как правило, порядка 100-150 километров. Речь идет об ракетах Атакамс, как с кластерной боевой частью, так и соответствующей взрывной. Если мы говорим о ракетах Штормшеду, то здесь дальность, она может составлять порядка 220-300 километров непосредственно с точки пуска, поэтому они позволят, как минимум, уничтожать всю военную инфраструктуру Российской Федерации в глубину на 200 километров. Что это означает? Это означает, что те склады с оружием, объекты военной инфраструктуры, склады с топливом для самолетов и для наземной техники военной, они, скорее всего, будут уничтожаться такими ракетами. Кроме того, одна из ключевых задач – это уничтожение так называемых командных центров, которые достаточно большое количество. Россия держит как раз на границе своей территории, потому что для того, чтобы по ним не можно было нести удар, но при этом эти центры были близко к линии фронта, потому что они имеют достаточно определенные сложности по управлению полембоя на больших расстояниях. Потому что отсутствие таких систем, как Старлинг, отсутствие западных технологий по защищенным каналам связи требует наличия командного состава поближе к линии фронта. Поэтому такие объекты и такие высокопоставленные российские военные чиновники будут постепенно и целенаправленно уничтожаться в своих штабах. А вот то, что в частности разрешение бить по военным целям помогло остановить наступление россиян в Харькове, в каких регионах, украинских регионах это еще максимально необходимо или это касается всего фронта, всей линии? Ну, смотри, в первую очередь, если говорить о том разрешении, которое ранее было надано, то оно касалось только тех вооружений, которые имеют малую дальность. Эта речка как раз шла порядка 40 километров. Это очень маленькая дальность для того, чтобы существенно влиять на логистику врага. Но при этом мы видели, что даже такая небольшая дальность, она достаточно серьезно переломила хребет этих нападающей силы. Вот. Поэтому увеличение этой дальности на 200 километров, она существенно повлияет на возможности Российской Федерации по логистике именно военной, в первую очередь, логистике техники, людей, боеприпасов и других технологий, которые используются россиянами на фронте. А каким оружием Украина могла бы эффективно бить по военным объектам? И достаточно ли этого оружия у Украины? Ну, смотрите, во время таких активных боевых действий оружия никогда недостаточно, поэтому любое оружие в любых количествах, ему найдется применение. Поэтому все-таки мы должны понимать, что для того, чтобы эффективно применять то оружие по военной инфраструктуре, оно должно поставляться в необходимых объемах для того, чтобы выполнять поставленные задачи. Вот. Поэтому разрешение бить по военной инфраструктуре на территории Российской Федерации, оно должно быть подкреплено не только в фактическое разрешение, а в том числе и увеличением количества поставок для того, чтобы не снижать удары, которые наносятся непосредственно по временно оккупированным территориям и тем объектам, которые Россия использует на востоке Украины, а также в Крыму. Каким именно регионам России должна бить Украина? В каких, я имею в виду, регионах сосредоточены эти авиабазы? Ну, смотрите, если говорить об основных как раз регионах, где размещено, вот это в первую очередь речь идет о тех регионах, которые находятся на востоке и севере Украины, в первую очередь, как раз речь идет там о Белгородской области, о других областях, которые с ней граничат, вот, потому что эти области на сегодняшний день фактически являются логистическими областями для продолжения военной агрессии. Говорил президент Украины Владимир Зеленский о необходимости семи систем Патрио для обороны. По ситуации, в частности, после 8 июля, по ситуации с ПВО, что необходимо сейчас Украине и сколько для обороны? Ну, смотрите, в первую очередь, если говорить об обороне, то здесь ключевая задача, мы видим, что, несмотря на то, что система противовоздушной обороны усиляется, но количество и опасности от атака в ОРГ, они никуда не деваются. Поэтому лучший метод защиты – это, конечно, уничтожение тех средств на атаки, которые использует враг. Это уничтожение как самолетов-носителей, речь идет об самолетах, которые запускают араболистические ракеты, так в том числе и более тяжелых видов вооружения, это в том числе стратегические бомбардировщики. Необходимы любые средства, которые позволяют уничтожать данные самолеты на расстоянии до тысячи и более километров. Уничтожение хотя бы половины флота стратегических бомбардировщиков приведет к непоправимым последствиям для, в принципе, возможности Российской Федерации использовать крылатые ракеты, использовать аэробаллистические ракеты – это одна составляющая. Вторая важная составляющая – это, конечно, истребление любых пусковых установок, как противовоздушной обороны непосредственно на линии границы, которой Российская Федерация развернула атаки, системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Потому что эти системы на сегодняшний день создают определенные сложности для нанесения ответных ударов украинскими беспилотниками по военной инфраструктуре на территории Российской Федерации. Поэтому уничтожение части этих комплексов позволит создать так называемое окно, через которое эти беспилотники смогут спокойно попадать во внутреннюю Россию. И дальше на расстоянии от 600 до 1000 и 1600 километров уничтожать всю военную инфраструктуру, и в том числе военная экономика Российской Федерации. Это приведет к очень быстрому завершению, фактически, со стороны России, ведения боевых действий. Богдан, хочу уточнить по поводу противовоздушной обороны. Максимально приближая системы ПВО к фронту, они становятся целями для Российской Федерации. Как их обезопасить? Ну, смотрите, сама система противовоздушной обороны, она сама по себе фактически может себя активно защищать. Но при этом должны понимать, что стоимость тех или иных боеприпасов, она достаточно высокая. С другой стороны, средства, которые используются, они в том числе могут быть несопоставимо дешевле, чем те средства, которые вкладываются для защиты системы. Поэтому система противовоздушной обороны должна быть так называемая многошаровая, когда есть комплексы дальней действия, комплексы противодействия баллистическим вооружениям, комплексы противодействия дешевым дроном Камикадзе, и в том числе дроном типа Шахет. Для этого необходимы разные системы с разной дальностью, с разной эффективностью, которые способны выявлять эти объекты. Потому что мы видим ключевую особенность, как раз, например, с точки зрения российской системы противовоздушной обороны, она очень малоэффективна против небольших целей, которые летят на малой высоте и на небольшой скорости. Фактически речь идет о таких дронах Камикадзе, средней большой дальности. Это советская система, она, в принципе, является малоэффективной против них. Но при этом мы должны понимать, что есть потребность как и в установках большой дальности, это и системы НАСАМС, системы ПЭТРИО, так в том числе и системы средней дальности, это такие как АРИСТ, сам ПТ и другие. Но при этом не стоит исключать и так называемые зенитные установки, такие как ГЕПАРДы, которые достаточно эффективно могут противодействовать против беспилотников на малых и средних высотах, и в том числе другие современные разработки, которые позволяют с достаточно небольшой стоимостью снаряда уничтожать такие вражеские цели. Еще одну тему хочу с вами обсудить. Говорил президент Украины, что сейчас необходимо минимум 128 Ф-16. Сколько времени на обучение пойдет? И готова ли Украина к обслуживанию такого количества самолетов? Ну, смотрите, если говорить об подготовке персонала, то, в принципе, речь об этом идет уже давно. Скорее всего, если мы говорим об основной части персонала для начального этапа эксплуатации, хотя бы одной эскадрильи, то, скорее всего, он уже или подготовлен, или часть его уже на финальной стадии подготовки. Ключевой задачей на сегодняшний день остается обеспечение безопасности той инфраструктуры и самих самолетов, где они будут базироваться. И вторая важная составляющая, это, конечно, создание необходимого пола запасных частей, передача необходимых оборудований и технологий для обслуживания и эксплуатации данных бортов. Кроме того, передача самолетов должна сопровождаться одновременно с насыщением необходимых видов вооружения для этих самолетов. Потому что сам по себе самолет без определенных количеств и определенных типов ракет, бомб и других боеприпасов, он на самом деле не является эффективной машиной. Поэтому ключевые особенности и возможности самолета, они раскрываются как раз с использованием высокоэффективных и современных боеприпасов, авиабомбы с лазерным наведением, в том числе ракет большой дальности, которые могут начать дырать вражескую авиацию на расстоянии 200 и больше километров. Обещали наши страны-партнеры несколько десятков в 16 предоставить, но при этом такое количество, понятное дело, не изменит глобальную ситуацию на поле боя. Возможно, поможет в прифронтовых регионах или как поможет еще? Ну, смотрите, в первую очередь, если говорить о потребностях, то как минимум раньше озвучивалась потребность для того, чтобы существенно выровнять силы. Здесь речь идет даже не о том, чтобы переломить, а выровнять. Необходимо не менее 4-5 бригад. Это речь порядка о 120-140 самолетах. Для того, чтобы иметь преимущество, необходимо иметь более 200 самолетов. Мы понимаем, что на первом этапе, скорее всего, будет речь идти, к сожалению, об одной-двух эскадрильях. Это порядка нескольких десятков самолетов. И, конечно, со временем их количество будет увеличиваться. Но мы должны понимать, что на сегодняшний день одна из ключевых задач для таких платформы, как F-16, это будет как раз защита воздушного пространства от дронов Камикадзе, от вражеских беспилотников и от крылатых дозвуковых ракет. Потому что, если мы говорим об авиационной платформе, такой, как F-16, то и любой другой самолет, типа или F-16, или даже советский, они могут уничтожать только дозвуковые цели. Те, которые летят там на скорости до 800 км в час, фактически это такие же летающие объекты, которые напоминают автономный самолет. Вот если мы говорим о баллистическом вооружении или аэробаллистическом, то, к сожалению, авиация против таких видов вооружений на сегодняшний день она малоэффективна. А вот то, что звучали выводы экспертов, что ракета, которая прилетела в детскую больницу в Киеве 8 июля, имеет сверхнизкую высоту. Какие системы ПВО перехватывают такие ракеты? И когда массовые идут атаки, как тогда, то сколько необходимо при этом? Ну, смотрите, если говорить там о ракетах типа Х-101, то здесь есть несколько особенностей. Первое, это то, что это, хотя это и дозвуковая ракета, но у нее скорость составляет порядка 720 км в час. Вот. При этом масса боевой части, она составляет более 400 кг. Это достаточно мощный боеприпас. Вот. И точность нанесения удара, он, как правило, составляет около 10 метров. При этом дальность полета самой ракеты, она составляет до 5000 км, и она может менять свой маршрут достаточно сложно. Поэтому это достаточно сложный боеприпас. Если говорить об единичных запусках такой ракеты, то, в принципе, их можно уничтожать большинством тех систем противовоздушной обороны, которые есть. Вот. Но есть две важные особенности. Первое, когда количество запущенных ракет большое, это там порядка 30-40 воздушных целей, тогда, конечно, система противовоздушной обороны может быть перегружена, и фактически может ту или иную ракету просто не иметь или возможности сбить, потому что закончился боекомплект, или в том числе просто не успеть ее сбить. Вторая важная составляющая, мы должны понимать, что любая система противовоздушной обороны, она имеет так называемый коэффициент эффективности. Поэтому ни одна система в мире противовоздушной обороны не имеет коэффициент 100%. Как правило, для того, чтобы поднять его хотя бы до 80-90%, необходимо одновременно запускать минимум две противоракеты для уничтожения вражеской ракеты. Кроме того, если говорить о таких боеприпасах, то мы видим, что они могут менять и высоту полета, и в том числе и маршрут, и таким образом их бывает достаточно сложно вовремя обнаружить для того, чтобы своевременно уничтожить. Богдан, а вот смотрите, по тем заявлениям, которые звучали от Кремля, они говорили, якобы в больницу Ахмадет тогда попала ПВО, часть противовоздушной обороны, но при этом есть доказательства от СВУ, есть фотографии, есть фиксация. В частности, на экстренном заседании Совбезаон говорили о том, что да, это Российская Федерация, но Россия в упор это отрицает. Каким образом эти доказательства тогда двигать далее и продвигать, говорить о том, что действительно, это же Россия? Ну, смотрите, мы должны понимать, что это уже вопрос все-таки больше в юридической плоскости, есть соответствующие органы, которые проводят расследования, собирают те или иные доказательства, проводят необходимые экспертизы для того, чтобы доказать непосредственную причастность тех или иных, не только самой Российской Федерации, а даже отдельных военных частей или отдельных их командиров, которые дают такие непосредственно приказы по нанесению этих ударов. Они будут нести свою прямую ответственность в международных судах, мы помним, это было и после Второй мировой войны, и как минимум еще десятки лет их будут находить во всем мире, арестовывать и проводить на них необходимые судовые действия. Кроме того, если говорить о таких ракетах, то мы должны понимать, что у них достаточно большое количество остается элементов самой ракеты, которые позволяют четко идентифицировать не только ее компоненты, что это компоненты российской ракеты, а в том числе даже с точностью установить дату, год и месяц производства той или иной боеприпаса и даже установить конкретных экипаж, которые могут эту ракету запускать. И буквально у нас минутка остается до окончания эфира. Хочу успеть последний вопрос задать. По результатам саммита НАТО в Вашингтоне, как думаете, какое может быть решение относительно разрешения бить по авиабазам на территории Российской Федерации и по поводу помощи Украине? Ну, смотрите, в первую очередь мы видим, что объемы помощи Украине они требуют увеличения, потому что особенно первые месяцы этого года были достаточно сложными, это привело к тем последствиям, которые мы видим. На сегодняшний день эти объемы, они фактически нормализовались и мы увидели нормализацию на непосредственно самом фронте. Хотя это должны понимать, что Российская Федерация она не останавливается, она продолжит накапливать силы, искать партнеров фактически в своей оси зла. И, конечно, консолидация не только с точки зрения стран, а в том числе с точки зрения предоставления вооружения, технологий, дальнобойного оружия и снятия любых ограничений, оно является необходимым для будущей победы Украины. Богдан, спасибо огромное за ваше разъяснение. Зрителям напомню, Богдан Долинц, эксперт по вопросам развития авиационного рынка, был с нами на связи. И еще хочу добавить, что шесть истребителей F-16 передаст Норвегия Украине уже в этом году. Об этом заявил премьер-министр Йонас Гарстеры. Он отметил, что способность Украины защищаться от атак России с воздуха имеет большое значение для обороны. В этом выпуске ставим точку. Итоги дня будут в 21.00 по Киеву. До встречи.